Здравствуйте! С вами снова Lincoln Group, меня зовут Андрей, и мы вам представляем новый Lincoln Navigator 2018 модельного года в белом цвете с сауном в шале. Это комплектация Black Label, самая максимальная в линейке Lincoln Navigator. В ней есть все, что нужно для премиум, для люкса, для того, чтобы вы чувствуете себя удобно, комфортно, в деловом стиле, либо это ваши какие-то семейные интересы. Каждому из ваших членов семьи или бизнес-партнеров будет в этом автомобиле удобно и комфортно. Lincoln Navigator Black Label, тема шале, шале тем. Это за новой кости кожа, почти белая, и коричневая отделка. Это натуральная кожа, венецианская, итальянская, с тонкой прострочкой, с перфорацией в виде логотипа Lincoln. Здесь деревянные вставки из натурального дерева, покрытые лаком. Безусловно, сочетание цвета молочного шоколада с горьким или световым шоколадом, это выглядит богато, красиво и безусловно премиально. Заводим автомобиль, заводится с кнопки. В салоне тишина, двигатель практически не слышно. Включаем заднюю передачу. У нас отображается на мониторах камера кругового обзора. Автомобиль легко и непонужденно едет. Можно четко контролировать, дозировать нажатие на педали тормоза, газа. Очень спокойно. Одним пальцем можно управлять рулем. Можно четко видеть траекторию движения, вплоть до того, чтобы видеть направление для фаркопа. Все-таки автомобиль этот семейный, да, с возможностью вести прицеп до 4 тонн. И очень важно, да, подъезжая к фаркопу, увидеть, где его ось, куда нам заводить фаркоп. Включаем передачу драйв вперед. Включаем камеру кругового обзора, если вам нужно ехать в стесненных обстоятельствах. Можно переключить камеру на внешний вид. Можно с деталями по углам, чтобы видеть ближние какие-то, да, препятствия. Или круговую. Что мы здесь видим? Световый потолок, световые стойки, коричневую отделку боковин дверей. Верхнюю, нижнюю, бежевую. Деревянные вставки. Вот. Здесь опциональные сидения на 30 регулировок. То есть с возможностью боковой поддержки, поясничной поддержки. Видно, как меняется, да, направление движения. Можем также настроить руль под себя. То есть он двигается и вверх, и вниз, и вперед, и назад. Также можно менять педальный узел. Что безусловно поможет найти оптимальное положение для любого водителя любой комплекции. То есть и расстояние до потолка, и расстояние до руля. И возможность тех, кто имеет высокий рост, отъехать максимально назад. Белый. Даже больше первомутровый цвет для Линкольна. Конечно, смотрится очень красиво и богато. Вот. Если посмотреть на свет, на блики, то есть видно глубокий такой первомутровый оттенок. Пойдем посмотрим машину сзади. В тайне открываются с ноги. Задняя часть. Есть форточка. Огромное багажное отделение. Вот. Фирменные коврики, мягкие, велюровые. Вот. Что добавляет премиальности автомобилю. Поднимем третий ряд сидений. Вы увидите, что место для багажного отделения остается. Полностью электрическое управление. Средним рядом частично. С задним рядом полностью. То есть мы как поднимаем, так и опускаем. Опустим. Третий ряд. И опустим. Средний ряд. Огромное багажное отделение. Здесь капитанские кресла разделены консолью с управлением медиасистемой головного устройства. Подойдем к среднему ряду. К задней двери. Мы открываем дверь. Выезжает подножка. Широкая, большая, удобная подножка, чтобы можно было сесть. Сиденье было разложено. Поднимается только механически вручную. Легким движением. Откидывается кнопочка электронной. И толкается вперед. Также толкается назад. И до щелчка. Пассажир с третьего ряда может открыть через ручку. Которая расположена вверху сидения. Давайте вместе присадим. Посмотрим, насколько это удобно. Рассмотрим автомобиль на среднем ряду. Что мы первым делом видим? Это сиденье переднего ряда. Отдельная его часть. Необычные формы. Которые пределаны передние части. Которые регулируются как раз. Можно сесть на средний ряд через удобную ручку. Здесь достаточно расстояния. Есть нижняя регулировка. Сиденье можно отъехать вперед и назад. Соответственно, то есть большая степень движения. Консоль с системой иглевки медиа. И с большим бардачком. Вот в этой комплектации нету задних экранов. Медиа система для среднего ряда пассажиров. Это возможно за доплату как опция отдельная. Здесь на среднем ряду есть возможность управления климат-контролем. Однозонный климат-контроль для среднего ряда. А также управление шторкой панорамы. То есть можно нажать кнопку. И поедет шторка. Подстаканники. Розетки. Здесь у нас USB 2. Здесь 12. Здесь 110. 202, 12 и USB работают еще в течение часа после включения двигателя. Что очень удобно. Здесь у нас идут подстаканники дополнительные. Перейдем на третий ряд. Посмотрим, насколько в нем удобно. Для того, чтобы попасть на третий ряд сидений, нам нужно нажать электронную кнопку. Откидывается сидение. Его вперед продвинуть. Зафиксировать. И зайти. Нагибая голову, мы спокойно проходим на третий ряд. Это первое положение третьего ряда. Здесь есть кнопки управления спинкой. Мы можем продвинуться вперед. Можем полностью опуститься назад. Для человека с большим ростом, чтобы был запас над головой. Здесь есть разрядка USB для подзарядки гаджетов. Есть свой подстаканник. И полочка для вещей. У нас сидение размечено на троих сидоков. Есть система крепления изофикс на двух сидениях. То есть, совершенно полноценный, полный ряд сидений. Есть свои воздуховоды. Сидеть удобно. Я пододвину вперед сидение. Вот оно зафиксировано в самом крайнем положении. У меня перед коленями еще остается запас из 10 сантиметров. Шикарный линкольн-навигатор, белый перламутр передается своему хозяину, новому хозяину. Автомобиль поедет в закрытом трейлере для безопасности. Позволяем нашего покупателя с приобретением такого шикарного автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok